Ну и как правильно жить, расскажите в двух словах. Ну знать цель. Правильно тогда идет человек, когда знает тропинку или дорогу, и какая конечная цель. Тут все пьют и едят. Ну вот, как-то так. Да. А вы вот почему пьете-то все время здесь, на экране? Я не на экране пью, я в принципе в жизни пью. Ну вот сейчас бутылка у вас была у рта. Ну да, и что? Нет, я спросил, почему? Нигде это ни в одном... Где бы ты ни был, Mail.ru, YouTube, там нигде этого нет, чтобы пили. А вот это только здесь, на чат-рулетке. А, так потому что Mail.ru сразу и YouTube блокируют все эти ролики, как пропаганда алкоголизма. Тут все курит. А как это нет? А Юрия Хованского посмотрите, там вы же сам. Ну там может быть, может один. Но чтобы вот так вот, между прочим, как в скайпе. Вот в скайпе я часто беседую с людьми, приходят. И они ни один не пьет, не курит. Ну как бы он целенаправленно, видимо, к вам идет, потому что он хочет какого-то просвещения. А я не хочу никакого просвещения, я просто... А щат-рулетка, она зачем создана была? Вот где мы находимся с вами? Это щат-рулетка называется. Она для чего была создана? Для драчения. Правильно. Для блуда. А кто ее создал, вы знаете? Понятия не имею. Мальчишка, 17 лет, двоечник. Он говорит, время экзамен было, а у меня, говорит, одни двойки. Андрей Терновский. Я, говорит, тогда стал думать, что же делать-то? Ну и вот это вот, чтобы ни к чему не обязаны, ни регистрации, ничего нету. Но штрафы идут. Если заметили, что у тебя там что-то не так, могут расшрафовать и закрыть на две недели. Или плати там 300 рублей. И он сразу стал миллионером, уехал в Америку на Лазуну, где-то берегу. Нет, по-моему, это даже не у нас создавалось. Вот сто пудов. Да, у нас, у нас все это. А тут все русские, она, видно, что рулетка, это русская. Тут все мусульмане набились русской. Нет, есть аналог американский, он, мне кажется... Но вы, я вам сказал, изобретатель, чат рулетки, зарядите в гугле-то, оно и сразу появится. Окей, гугл. Кто изобрел чат рулетку? Чат рулетки, кипедия. Сайт, позволяющий анонимно общаться с помощью видео и диксового чата. Посетители сайта попадают на случайно выбранное незнакомство и начинают с ним онлайн-чат. В любой момент общения пользователь может оставить текущий чат и поискать другого случайного собеседника. Владелец Андрей Терновский. Вот так. Не Тернов, а Терновский. Андрей Терновский, я же сказал вам. Это школьник, двоечник. Ну, он крутой мужик, значит. Ну, да. Он поднял болот. Это специально, специально сделано для блуда. Содом и Гаморра. Поэтому мы пришли сюда проповедовать, говорить людям, что за все это грядет гнев Божий, как на Содом и Гаморру. И на вас тоже. Но мы-то для этого пришли. Мы пришли, как врачи, к больному обществу, с Библией в руках. К нам это не касается. Мы ищем людей, которые были бы способны слушать Слово Божие. Считаем Псалтырь, Евангелие, отвечаем на вопросы. Вот я нахожусь здесь уже 80 дней примерно. И мы людям говорим... Интересно, вы повидали. Вот так. Мы людям даем наши ресурсы, где они могут увидеть все самое хорошее. Ресурс у нас называется «Во свете Библии» в Ютубе. Канал «Во свете Библии». Зарядите. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Так, я вас пока в ближайшие минуту-две буду не видеть. Вы сейчас найдете «Во свете Библии». Пождите, я не готов. Я еще Ютубчик даже не включил. Только не ругайтесь. Я вас данным я не вижу. Хорошо. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Канал написать. Канал. Подождите вы, у меня там все не так быстро. Так. «Во свете Библии», правильно? Да. Игнатий Лапкин. Надо написать. «Во свете Библии». Еще добавьте. «Игнатий Лапкин». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Да, все». «Игнатий Лапкин». Что, она открыла? «6 тысяч подписчиков». Вот. А сколько просмотров? Надо зайти в главный канал. Там о канале сведения внизу. И ты заткнете, вы найдете, какой у нас просмотр. Просмотр на весь канал. На весь канал просмотров 35 миллионов. А вот у женщины 36 тысяч подписчиков. Я тоже подписался, колокольчик поставил. А вот если вы зарядите через Google сайт. Не канал, а сайт. Также те же слова. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вы зайдете на наш сайт. Там море информации. 50 книг моим голосом насчитанные. Вы можете архипелаг, гулаг слушать. Наушники взять и все. Библия. Святые отцы. Ну, блин, как бы, в данный момент мне религия не интересна. В данный момент я атеист. Может, я когда-нибудь к этому и приду, но не прямо сейчас. Да, я не знаю. Библия написана, не хвались завтрашним днем, ибо не знаешь, что он родит тебе. Он завтрашний день может не настать. Может быть, мы сегодня уже отойдем. Ну, в данный момент я к Библии... Мяко, блин, вы понимаете, что меня окрестили, не спросив? А мне это надо? Вы умирать думаете когда-нибудь? А там другая жизнь, там суд Божий. И тогда как быть-то? Поправить ничего нельзя. Не факт еще. Это мифы и легенды. Мифы и легенда, да? Да. И Бога нету. Возможно, есть, но... Нет, тут и пойдет так. Когда мы с кем-то разговариваем, мы не говорим, возможно, ты есть. Мы его видим и знаем. Божье творение окружает нас. Птицы, звери, насекомые, деревья. И мы говорим, само бы возникло. Земля несется со скоростью пули по орбите. Само. Галактики, звезды, солнце, само. Вы понимаете, что вот если бы больше было кислорода у нас здесь на Земле, Земля бы вспыхнула. Было бы меньше жизней возможных. Кто этот процент дал? Кто создал человека, что у него совесть, разум, природа? В природе нет ни совести, ни разума. Неужели это не говорит ни о чем? Я даже просто возьму такую ручку, карандаш, и сама по себе она не возникла. Кто-то должен был грифель сделать, распилить, сделать там стерженек, ставить его с этой стороны, еще и промокнуть. Что такое? Вот это телефон. Ну, какой он маленький-то? А человек это огромный компьютер. Вмещается в вселенную. А вы, кстати, всю жизнь в России жили? Что? А вы всю жизнь жили в России? Да. Я и родился здесь. А как вы жили во время СССР, когда был атеизм? Как я жил? Да как я жил-то? Я освободился только в 87-м году. А, вот так сюрприз. Да, нас в тюрьмах держали, морили, что только с нами не делали. А мы выстояли. Вы думаете, сколько мне лет? Посмотрите на меня. Сколько лет? Около 70. Ровно 80. Мы строим православную деревню. Православную, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Уже 27 лет. Последнее... А в СССР вы помните был атеизм? Еще бы не помнить. Отлично помним. Вот, и что вы тогда говорили? А мы это и говорили сами. Я писал секретарям первым. Писал Брежневу. Всем генеральным секретарям писал, что за все это отвечать будут. Я репрессированный, узник ГУЛАГа. Я первую страну распространил архипелаг ГУЛАГ. Добавил к религиозным книгам и эту книгу. Насчитал ее. Вы в Магадане, что ли, были где-то там? Нет, здесь, в Казахстане. А вы думаете, что ГУЛАГ только в Магадане был? ГУЛАГ это по всей стране главное управление лагерей. ГУЛАГ это главное управление лагерями? Да, туда все входили. И поэтому, кому удалось выжить, а кто не выжил, там остался. Пожидите, а вы сейчас в Казахстане или в России? В России. Город Барнаула, тайский край. Космонавт Петров из Барнаула. И мы строим деревню здесь православную. Ну, вы, наверное, молодцы, вы крутыми делами занимаетесь, заражаете людей позитивом. Ну, не заставите вы насильно человека верить. А его никто не заставит. Бог сотворил его по образу своему человека, подобию, дал свободу. И человек должен решить, где будет. Господь Бог говорит, я предложил тебе, о человек, смерть и жизнь. Тьму и свет, огонь и воду, благословение и проклятие. Ну, зачем тебе умирать? Избери жизнь, говорит Господь. Потому что у неверующего, у него ничего нет, никакой цели. Поел, попил, помочился, лег спать. Вообще никакой цели-то нету. А у верующих он знает, что за смертью другая жизнь. На суде Божьем. Царство небесное, где нет ни старости, ни печали, ни воздыхания. А прикинь, как вы обломаетесь, когда вы умрете, и все по-это войне. А вот смотрите. Вы знаете, мусульмане, 2 миллиарда людей, 2. И они молятся Аллаху. Это тот Бог, который слышит. У них это не игрушечное. А вы в каком году все это дело начали пропагандировать? Что я сделал? Вы в каком году все это дело начали пропагандировать? До 23 лет я верил, как мама учила. Есть Бог, есть вечность. Нельзя воровать, курить, с женщинами дело иметь. Меня Бог сохранил. Так, а в 2020 год? Я отвечаю сейчас. И в армии посмотрел фильм. Я служил в морфлоте. Потом в ракетных войсках. И фильм называется «Отверженно. Виктор Юго». И там главный герой говорит, не было ли главной цели спасти не жизнь, но душу. И вот это меня задело. Я несколько раз просмотрел фильм, книгу, понял. Надо искать. И уже в 23 года после армии я работал на Балтике, на море. Сошел на берег. И Бог меня поймал на том, что я любил. А я любил бабушек. Вот бабушке трудно где-то что-то помочь. И она несет сумки. А у меня билет в кино, я решил сходить. Я подбежал, баба, давай помогу. Ну и несу сумки, то я здоровый. Я в то время спортивный был. И баба, у вас где-нибудь молятся люди? Она говорит, а вот здание большое. Там какие-то собираются. Она не знала, кто это. Это было в Латвии, город Венспилс. О, вы запишите, что я скажу. Ролик про Венспилс. Вы запишите. 52 года в пути. Этот ролик называется. Ты его видела? 52 года в пути. Венспилс. 52 года в пути Венспилс. Как я туда возвращаюсь спустя многие годы? А дома того нету. И как я там молился? Кто бы ни со мной будет вместе плакать. Да, я плакала тоже. Вот так. Это кто к вам пришел? Ну кто пришел? Наверное, кто-то пришел. Ну попался. Говорил, не разговаривай. Иди сюда. Покажись. Половина моя. Вот. Ой, здравствуйте. Ой, как это мило. Ну иди, иди сюда. Ой, какая милая милота. Вы реально хути. Один раз зашла сюда и проговорилась. Я говорю, ты молчи, а то тебя вытащат. Так, мы отходим. Если захотите, в скайпе меня найдете. Игнатий Лапкин. Я подожду, я подожду. Ну тогда ни слова не говорите. Сидите тихо. Хорошо. Я в школе преподаю уроки христианской этики. Хорошо. С первого по одиннадцатый классы. Главное, ушел, да? Нет, он просто. Нет? Ну опять. Ну что сказать это? Сейчас ищу. Ты пока говори. Тихо, тихо. Какая пропасть. Звонит и не говорит ни слова. Игнатий Тихонович и прочее. Ну ладно. А вот такой интересный вопрос. А чем вы в данный момент зарабатываете на жизнь? Так, вы это, не берите папирос. Сейчас я... Вы не курите. У нас не положено разговаривать, когда курят. Мы потеряем друг друга. Не курите пока. Положите папиросу пока в сторону. Нет. Ну ладно, тогда до свидания.